Приветствую вас, аноним, давайте мы разберёмся с вами, что произошло, что случилось, вот, и, значит, попробуем выработать какие-то рекомендации по преодолению данной ситуации. Значит, ну, в первую очередь хочется отметить сразу следующий аспект, что у вас наблюдается на протяжении вот всей истории, да, некая потребность, в той или иной степени психотическое поведение у вас чувствуется в том плане, что, значит, вы встретили твою любовь, вот, первую любовь, вот, любовь всей жизни, как вы говорите, вот, здесь меня, конечно, интересует, с чего вы решили, что это прямо любовь именно вашей жизни, да, то есть, ну, почему вы решили, что это любовь всей вашей жизни, сразу, вот, значит, и тут, конечно, возникает вопрос о том, что было до, до первой любви, то есть, вы как-то выстраивали ли отношения с мужчинами, как-то делали ли вы это, или у вас не получалось это делать, то есть, что было, короче говоря, до первой любви. Вы говорите, что первый мужчина ваш, он был старше на достаточно много лет, да, и это тоже, как правило, показатель проблем именно в взаимоотношениях с отцом, как правильно сказала вам моя коллега, вот, то есть, тут вот у вас вполне возможно, что есть определенные сложности с отцом, вот, и есть потребность в любви, вот, то есть, это оно, это первое, да, то есть, потребностная сфера, значит, нуждаемость, и здесь, конечно, очень важно то, что вы чувствовали, что вы хотели, о чем мечтали, чего не хватало вам, да, то есть, вот, вы выли, как вы говорите, выли ведь от чего? От того, что не получалось получить, добиться того, что вам, ну, того, что вам было необходимо, вот. То есть, вам чего-то не хватало. Вот это, первое, на то стоит обратить ваше внимание, недостаток любви к себе. Вот. Это первое. Второе. Ваши чувства, значит, с мужчиной, какие они были, эти чувства? То есть, как вы себя чувствовали с ним? Вот вы говорите, что была ментальная любовь, что вы не спали, значит, с ним, а любили друг друга, как бы, только на расстоянии, вот. Это тоже, видимо, с чем-то связано. То есть, ваше отношение здесь к любви, да, вызывает вопрос. То есть, вызывает вопрос, как вы выстраивали отношения с мужчиной, чего вы хотели. Ну, для себя, конечно же. Вот. А дальше. Вы пишете, что сейчас вам хочется побыть одной. Это не случайно, потому что действительно побыть одной вам нужно для того, чтобы привести свои мысли в порядок, но не только мысли, но и чувства. Потому что чувства у вас, судя по тому, что вы пишете, ну, находятся в полном раздрае, вот, по плану, что желания, которые у вас есть, они реализуются через людей, да, ну, то есть, через мужчин, которые с вами, ну, с вами в отношениях находятся, вот. И это, конечно, весьма и весьма показатель того, что у вас есть эмоциональное голодание по любви, по вниманию к себе и так далее. То есть, есть вот очень серьезное непринятие, видимо, самой себя здесь. И, соответственно, потребность в том, чтобы побыть одной, она вполне логична здесь, нормально. Вот. И, собственно, ее нужно реализовать. Вот. Дальше, значит, так. Вот вы пишете, что я был на джамме, не знал, что делать. А кто он был? Вы встретили его в университете и что вас объединяло? А, значит, не знал, что делать, умирала, мы с ними встречались, но мне так казалось. В конце года, когда мои нервы были вытрепаны, плюс я не видел с родными год, все бросил, уехал обратно в Россию. И когда я уехал, он позвонил мне и все-таки сказал, что развелся, сказал, что могли сойти, но нет. Что-то пошло не так, как-то не сложилось, плюс он остался за границей, я был в России, да, он русский. Не очень понятно, что именно не сложилось, понимаете? То есть, он сказал вам, что развелся, вот, вы как будто бы ждали, знаете, какого-то предложения, но о каком именно предложении могла бы идти речь, если вы, по сути, не встречались с ним. То есть, у вас не было отношений. Именно отношений у вас не было. И, соответственно, история там, история заключается в том, что вам надо было узнать как-то, ну, друг друга. Вот, а вы такое ощущение, что даже вот не потрудились об этом как-то вот задуматься. Вот, то есть, ну, вы могли бы вернуться в ту страну, пошить там, вот, тем более, что вы говорите, что любили друг друга. Ну, вообще-то говоря, это идеализация была. Это идеализация человека плюс нежелание, явное нежелание брать личную ответственность за свой вклад в отношениях. То есть, такая, знаете, своего рода детская позиция, что всё само образуется, всё само, значит, получится, вот. Вот, и я, соответственно, делать ничего, ну, не обязана. Вот. То есть, тут вот вы, вот, да, подумайте, кем вы почувствовали себя с этим мужчиной? Просто кем? Как вы себя почувствовали? С ним. Вместе. Вот. А я уверен, что это вам пригодится. То есть, я уверен, что это важный момент на самом деле, потому что то, как вы себя чувствовали с ним, так вы хотите чувствовать себя, ну, всегда, так вы хотите чувствовать себя со всеми. То есть, так вы хотите чувствовать себя постоянно, но не можете. Вот. И до того, как вы встретили вот этого вот человека, вы, ну, думали, что вот, как вы живёте, да? То есть, ну, живёте, живёте и хорошо. А встретили его, у вас же сознание раз расширилось. Вот. Возможно, потому что вам не хватало как раз отца рядом. Вот. И, соответственно, вот, ситуация, она так вот и складывается. Сейчас. Вот. На данный момент. На данный момент. Так вот. Получается. Вот. То есть, я думаю, что здесь вам нужно, ну, вот, знаете, я думаю, что здесь вам нужно проанализировать как следует. Своё состояние с тем молодым человеком. Вот. Что касается второго мужчины, то здесь ситуация такова, что второго мужчину вы выбрали просто как средство. Вот. То есть, вам он был не нужен, вы его просто использовали. Ну, то есть, он служил удовлетворению ваших потребностей. Я не говорю о том, что ваши потребности не должны быть удовлетворены. Я не хочу этого сказать на самом деле. Я считаю, что ваши потребности, они имеют право быть, я считаю, что ваши потребности, они заслуживают того, чтобы быть реализованными вполне. То, как вы их реализуете, да, то, как вы их реализуете, вызывает вопрос в плане того, насколько вы делаете это, ну, качественно. Насколько вы это делаете конструктивно по отношению к, вот, собственно, людям. Вот. Мужчина окружал вас заботой, окружал вас теплом, окружал вас вниманием. Вы это все принимали, но страдали по другому человеку. Вот. Парадоксально, парадоксально, но факт, парадоксально, но факт, здесь с ним вы тоже были ребенком, только вы были другим ребенком. То есть, если с первым мужчиной вы были ребенком таки естественным, ну, может быть, немножко капризным, вот, то со вторым мужчиной вы были ребенком таки таки, знаете, требовательным. Холодным, может быть, вот, что есть. То есть, ну, ситуация вот примерно так примерно выглядит. Но все это детская позиция, то есть и в первом, и во втором случае это ярко выращенная детская позиция. По отношению к мужчинам. Вот. То есть, по отношению к мужчинам вы, по сути дела, не вырастут. Вот. Вы не ведете себя как взрослая яла. Именно по отношению, по отношению к мужчинам. Почему? Потому что вам нужна работа, вам нужно внимание, вот, вам нужно признание, вам нужно чувствовать себя, себя, ну, возможно, комфортно, возможно, как-то хорошо, приятно и так далее. Сейчас тут вы во всем этом нуждаетесь. Ну. Соответственно, просто-напросто, вот, как бы не доросли, не доросли. Ну, это нормально, в этом нет ничего страшного. Просто нужно вам помочь научиться отделять свои желания, да, от желания сделать что-либо для человека. То есть, смотрите, от одного мужчины вы ждали любви, а второй мужчина принес в вашу жизнь стабильность, которой вы тоже нуждаетесь. Ну, поняли вы это только после того, как потеряли его, потеряли человека. Вот. И третий мужчина, вы рассчитывали с третьим мужчиной повторить успех первого. То есть, третий мужчина был призван заместить первого. Ни одного из этих мужчин вы не воспринимали как личность себе. То есть, без акцента внимания на своих потребностях. Вот. То есть, во всех мужчинах вы по сути нуждались. Вот. И даже сейчас, даже сейчас, с третьим мужчиной вы являетесь относительно равноправной стороной, да. Вы не хотите отдавать ему, ну, просто отдавать, ничего не получая взамен. Вот. То есть, это вот история такая, что вам нужно что-то взамен. Понимаете? Какая? Ну, какая сторона. Вы нуждаетесь. А нуждаться в отношениях, к сожалению, нельзя. Это делает отношения, ну, вот, зависимыми, болезненными, тяжелыми, несвободными и невротическими. Что касается промежутка, то да, промежуток, конечно, играет роль, большую роль. Вот. Но, дело все-таки, я бы сказал, не совсем в промежутке, а дело все-таки именно в том, значит, как вы восприняли то, что произошло. То есть, что вы действительно не сделали паузу, вот, ну, в отношениях. Вот. А пауза, она, безусловно, была важна и нужна здесь. Вот. А пауза вы не сделали, опять же, по той простой причине, что, начался. У вас были желания. Вот. Ну, с потребностями. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам по вашему тексту. Ну, вот, именно. Именно здесь. Ага. Дальше. Значит. Почему так случается, что в текущих отношениях я живу просто из-за ваших желаний? Может мне не хватает этих отношений, романтики, поэтому я вспоминаю бывшего. Романтики не хватает, но дело здесь не в самой романтике. А дело в том, что романтика вам даёт. Вот именно вам, именно вам, что она даёт, романтика. То есть, дело, ещё раз повторю, не в самой романтике. Дело именно в том, как вы её воспринимаете. То есть, для одного человека романтика это приятный бонус. Но, приятный, но не обязательный бонус. А для вас, как видите, это очень важный момент. И это неспроста. Понимаете? Вот. Поэтому, на дипломентке да, вы правы, но только, значит, в контексте своих чувств. Дальше, значит, как разрулить всё внутри себя? Можно только досконально разбираясь с тем, что вот с вами происходит. Да? То есть, досконально разбираясь с тем, что у вас за чувства. Какие это чувства, какие желания. Вот. То есть, только вот, только вот так делают. Других вариантов, в принципе, тут на самом деле нет. Вот. Это нужно понимать. То есть, разрулить, разрулить всё в себе быстро здесь не получится. То есть, это всё пришло у вас из семьи. Да? То есть, ваши потребности, которые у вас имеются по отношению к мужчинам. Вот. Всё это из семьи. Вашей. И как правильно вам сказала коллега моя, что здесь очень важную роль играет взаимодействие с отцом. То есть, вот как вы выстраиваете отношения с папой. Выстраиваю. Вот. Так вот это и значит определило ваше дальнейшее поведение по отношению к мужчинам. Понятно, да? Я надеюсь, о чём идёт речь. Вот. И, соответственно, разруливание это для вас, для вас разруливание это повышение эмоционального интеллекта. Более чуткое восприятие своих желаний. Вот. Повышение взрослого компонента личной личности. Вот. Сейчас, на данный момент, к сожалению, этот компонент у вас очень слабо развит. Вот. Вот. То есть. А, ну, вы чего-то хотите? А, ну, для себя. Да. Кхм-кхм. 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 Вот. А, как вы этого добиваетесь? Вот. То есть, ну, что вы делаете для того, чтобы этого добиться? Как вы реализуете свои потребности? Вот это нужно разбирать. И тогда вы сможете всю ситуацию разрулить нормально. Самостоятельно у вас не получится. Эээ, хочется побыть одной, побудьте. Эээ, хочется разобраться, да, разобраться. Правильно, да, да, себе портитесь. Правильно. Вот сейчас нынешний парень приедет. Эээ, что мне с ним делать? Эээ, ничего не делать. Эээ, отзавьте его. То есть, эээ, дайте ему понять, что вы отношения строить сейчас не хотите, не готовы, может быть. Вот. И всё. Что тут? Эээ, что тут думать? Что тут, эээ, не знать? Эээ. Если вы говорите, что хотите побить одна, значит, вам нужно побить одной. В этом живём месте не видится, не получится. Ну, так эээ, вы видите, вся проблема. Вы пересекаетесь, просто не отвлечайтесь с ним, не требуйте от него того, что он дать не может. Вообще, эээ, на людей смотрите, ээ, именно, вот, как на тех, кто обладает определенными способами. Да? Да? Эээ, но обладая определенным ресурсом, вправе им распоряжаться, эээ, по своему усмотрению. Вот. Значит. Эээ, вот. Значит. Вот так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Эээ, значит, так. Эээ, третий парень, да, значит, эээ, вот вы пишите, что он, с этим мальчиком завязались какие-то отношения. – Он, он иностранец. Знаете, вот, какие-то отношения мальчику то есть тут вот, эээ, знаете. Знаете, есть, знаете, моменты такие, то есть, ну, средно, какой он мальчик, если он мужчина, вот, мальчик, ну, правда, что это за мальчик, то есть, вы зачем, так, принижаете человека, почему принижаете, да, почему, ну, мы-то смотрите на него, вот, вот, вот так, а, мол, как он сравнится, значит, с тем мужчиной, также вызывает, вызывает вопрос, значит, на что вы рассчитывали, когда писали о своей любви, первое, ну, вот, на что вы рассчитывали, вы рассчитывали, что он вас в это время ждет или что, серьезно думали, что он вас ожидает, вот, подумайте, подумайте, подумайте во все этой ситуации, что вы хотели, что вам нужно, что вам нужно во всей этой ситуации, для себя, вот, я полагаю, что многие вещи будут понятны, чего не хватает именно вам. Дальше, и, вот, только вот с ним я поняла, что мне понадобилось два года, чтобы забыть бывшую мега любовь, которую я грезила, которую ставила в центре мира, ладно, хоть вена себе не порезала, дура, а почему ставили в центре мира, зато ведь эти желания, они никуда не делишь. Короче, если кратко, я, наконец, отпустил этого чудака куда подальше, наконец, поняв, что не будет он ничего делать, я сказал, а сами вы, то есть, ну, вы могли предложить ему встретиться, в конце концов, что вы ее долго не видели, то здесь опять какая-то, вот, знаете, какой-то перенос ответственности идет, с себя на другого. А с чего он должен был, с чего он должен был что-то делать, если у вас отношений-то по факту не было? Дальше, сосредоточился на иностранца, для чего? Что значит сосредоточились? Он, ваша цель? Нет, он не может быть вашей целью. Понимаете, да? Он не может быть вашей целью на иностранце. Вот это, ну, отдельный человек, отдельный человек, у которого есть свои желания, свои представления, свои стремления и так далее, и так далее, и так далее. Так, сначала все было очень даже ничего, но потом в отношениях как-то стали всплывать какие-то такие его поступки неоднозначные, его профигизм, профигизм на все, холодность, какое-то отношение такое непонятное ко мне, никаких подарков, а должны быть? Я начал переживать, так как у меня были чувства к нему впервые после любви всей жизни. Я предложил ему первый, он сказал, что не хочет. В обществе ту ситуацию, которая описывала сверху, приросла зеркально на меня. А, значит, ну и вы начинаете, начинаете менять до второго парня. Вот, то есть все это вот у вас, все это потребностная сфера, работающая. Ни одного человека вы не воспринимаете просто так, без удовлетворения своих желаний. Вот, так что, начинаем с потребностной сферы, продолжаем вашими представлениями о себе, продолжаем вашими ценностями и взаимоотношениями с семьей. Вот это схема, схема, схема работы, которая вам необходима для того, чтобы все это разрулить и чтобы ситуация исправилась, стала другой. Чтобы отношения вами устраивались хорошо и счастливо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok